День в день, час в час, минута в минуту. Радио Болтком. Утро на Болткоме. Утро на Болткоме продолжается. Олег Пехов и Александр Шунин вместе с вами. Вот мы всё время говорим о том, насколько цифровые технологии врываются, буквально переворачивают нашу жизнь. Тем не менее, не хватает нам. Не хватает. И даже говорят о том, что прогресс-то мог бы и дальше развиваться, но, к сожалению, не отстают люди, особенно с гуманитарным образованием, которые боятся, пугаются вот этих цифровых технологий, говорят, что это такое, мы к этому не готовы. И для того, чтобы сломать все эти стереотипы, для того, чтобы внедрить эти идеи в массы, для того, чтобы... Ломаем и внедряем. Пора положить конец дефициту. Да, 14 тысяч работников не хватает в IT-сфере в Латвии, даже вот на данный момент, когда мы всё это произносим. Есть различные учебные программы. Хочешь за деньги, хочешь не за деньги. Особенно хочешь не за деньги, конечно же. И вот об этой программе «Эпозисты технологии» познакомься с технологиями. Мы сейчас и поговорим, потому что сегодня начинается приём заявок. Он продолжится до 9 августа. В общем-то, для любого жителя Латвии их призывают записаться на бесплатную удалённую программу. Я хочу, я уже хочу. Да, сейчас мы уточним, можем ли мы, потому что всё-таки организуют это общество «Рига Тех Гёрлз», а не «Рига Тех Эврион». «Боис». Вот именно. Где это вот «Боис»? Могут ли «Боисы» действительно к этому присоединиться? Вот об этом, обо всём мы поговорим как раз с представителем «Рига Тех Гёрлз». Оксана Татарина у нас на прямой связи. Здравствуйте. Доброе утро. С помощью технологий. Здравствуйте. Да, с вам. Доброе утро. Доброе утро. Здорово обозначили проблематику. Да, доброе утро. Доброе утро, слушатели. Доброе утро, уважаемые ведущие. Действительно, сейчас есть сложность в том, что не все жители страны владеют базовыми цифровыми навыками. Есть статистика такая, которая показывает, что показатели Латвии в области цифровых навыков всё ещё немножко ниже среднего по Евросоюзу. То есть в индексе цифровой экономики общества в 2021 году Латвия заняла 17 место среди 27 стран-участниц. И, несмотря на эти показатели, есть какие-то, тем не менее, обнадёживающие признаки того, что общество готово к повышению уровня владения информационными технологиями. А, Оксана, простите, прерыву вас. Просто хочется сразу обозначить и уточнить, что такое базовые цифровые навыки. Конечно. Включить, выключить компьютер, что-то с ним сделать. Сразу вспоминается анекдот. Там бабушка, умеющая отправлять СМС, её называли соседки-ведьмой. Ну, примерно, это очень-очень похоже, если говорить простыми словами. Ну да, есть там базовые и специальные цифровые навыки. Так вот, базовые цифровые навыки, они как раз связаны с грамотностью в использовании устройств и приложений. Ну, то есть, например, умение работать с файлами, искать информацию в интернете, работать с какими-то онлайн-сервисами и приложениями, печатать на клавиатуре в том числе, да, и уметь разбираться в сенсорных экранах и устройствах. Это всё относится к базовым цифровым навыкам. Про специальные цифровые навыки – это как раз то, что необходимо при регулярном решении каких-то сложных профессиональных задач. И здесь уже можно говорить о веб-дизайне, о программировании и прочем. Так вот, как раз вот с базовыми цифровыми навыками есть некоторые сложности, но есть и хорошая новость, есть обнадёживающие признаки того, что общество готово как раз к повышению уровня этими цифровыми технологиями, потому что проводился не так давно опрос одной из этих компаний в Латвии, который показал, что большинство жителей Латвии, абсолютно большинство, если я правильно помню, более 70% возрасте от 18 до 70 лет, согласны с тем, что необходимо повышать уровень владения цифровыми навыками, чтобы более эффективно как раз подружиться с новыми технологиями. И они готовы обучаться, и они даже больше 80% опрошенных подтвердили, что они уже делали что-то для улучшения своих цифровых навыков. Это хорошо, потому что это значит, что люди готовы и хотят учиться, особенно если им будет оказана необходимая поддержка. Вот как раз программой «Познакомься с технологиями» мы и готовы, мы, Рига Техгерлс, готовы оказать необходимую поддержку всем желающим и познакомить их с этой совсем не страшной, которая может показаться, на первый взгляд, областью. Что в этой учебной программе? Она дает вам представление о различных направлениях в IT, о тех возможностях, которые предоставляют нам технологии, и о том, как знание технологий может быть полезно сейчас в любом секторе. То есть если вы хотите разобраться в том, что сейчас существует в IT-сфере, это, поверьте, это не только, знаете, такие программисты или сэсадмины, обычно такие стереотипные вещи и представления о них. Но на самом деле IT-направлений достаточно большое количество. Вот если вы хотите разобраться, что сейчас есть на рынке, если для вас это интересно, или вы хотите просто расширить свой кругозор, либо в дальнейшем пройти какую-то переподготовку и начать свою карьеру в новой области, пожалуйста, добро пожаловать в нашу программу. Это важный нюанс. Окончив вот эту программу, будет выдан какой-то сертификат. Очевидно, с этим сертификатом можно уже начинать работу в IT-сфере, или этих знаний будет недостаточно? Это именно базовый какой-то ознакомительный курс? Вы знаете, да, в целом это ознакомительный курс. Это не та программа, которая дает знания о конкретной узкой профессии. То есть какие дальнейшие шаги могут быть после этой программы? Вы верно сказали, что после завершения этой программы, после того, как вы просмотрите и примете участие в онлайн-сессиях и пройдете некоторое количество тестов, получаете сертификат участника программы. Этот сертификат, могу сказать точно, он ценится работодателями и IT-компаниями, потому что они сами принимают участие, как спикеры-эксперты в нашей программе. Они понимают, какого уровня материал предоставляется. После этого какие возможные направления двигаться дальше? Либо можно пройти обучение в других программах от Regative Girls, это SheGoStack, это когда участники обучаются программированию, либо пойти в менторскую программу, либо пройти переквалификацию по любой другой образовательной программе. То есть программа «Познакомься с технологиями», она дает общий спектр того, что сейчас есть на рынке, какие требования предъявляются к сотрудникам, которые хотят начать работать в IT. Она рассчитана на женщин только, или в первую очередь на женщин, мужчины тоже могут... И возраст сразу. Да, и возраст, конечно. Да. Вы знаете, изначально, когда три года назад мы стартовали эту программу, мы приглашали в нее женщин, но сейчас мы расширили спектр участников, и программа «Познакомься с технологиями», она открыта для специалистов любого возраста и из любой области, которые хотят больше узнать о мире информационных технологий. Все желающие приглашаются, женщины и мужчины любого возраста. Лишь бы было интересно понять, что и разобраться в том, что сейчас происходит. Если немножко вот я про статистику сейчас скажу, то по предыдущему опыту у нас более 10 тысяч участников за два года прошло эта программа, это достаточно большое количество. У нас были участники из разных стран, не только из Латвии, но и из Германии, Нидерландов, Норвегии. Главное, пожалуй, критерий – это то, что программа проводится на латышском языке, это проходит онлайн, и это, конечно, бесплатно. Поэтому планируйте свое время, если вы хотите принимать участие и образовываться в этой программе. Сколько времени нужно будет потратить? Ну и в какое время? Утром, вечером? Да. Тогда немного организационной информации. Программа стартует с сегодня, с сегодняшнего числа, открытая регистрация. Первое занятие начнется 9 августа, это будет первая вводная сессия. Программа рассчитана на три месяца и завершится 27 октября. В течение этих трех месяцев будут организованы онлайн-сессии и практические занятия. Онлайн-сессии будут проходить два раза в неделю, примерно по полтора-два часа каждое занятие, преимущественно в вечернее время. Если по разным причинам жизненным не получается принять участие в онлайн-встрече, то всегда у нас будет возможность посмотреть видео в записи, ну и нагнать недостающую информацию, нагнать своих участников. А как же с практическим занятием? Ну, практические занятия, конечно, желательно посетить, потому что по итогам еще будет некоторое количество тестов и нужно будет ответить на ряд вопросов для того, чтобы по итогам программы получить сертификат. Оксана, вот скажите, пожалуйста, вы все время говорите IT-сфера, IT-сфера, а включаются ли в это, ну, потому что сегодняшние требования, например, даже вот маркетолог, ему необходимо уметь показать свои какие-то инфографикой владеть, макетированием, готовить презентации, то есть это все то, что вроде бы требуется от человека, и это включает в себя вот обучение в этой программе, или это немножко другая сфера? То, что вы сейчас озвучили, это немножко более узко как раз специализированные цифровые навыки, да, то, что требуется для регулярного решения рабочих задач на рабочем месте для этого конкретного специалиста. Если говорить о тех направлениях, которые будут раскрыты, и мы покажем их в рамках программы «Познакомься с технологиями», то мы расскажем о том, что такое управление проектами, что такое управление продуктом, что такое дизайн мышления, что такое дизайн пользовательских интерфейсов, его еще называют UX-ю дизайн, чем фронт-энд отличается от бэк-энда, сейчас немножко таких вот слов, да, не совсем может быть понятных, но тем не менее, это как раз те направления, о которых мы будем говорить. Что такое аналитика больших данных, что такое искусственный интеллект, как он работает и где он применяется, какие существуют языки программирования, в чем разница между ними, какой сейчас наиболее востребованный среди IT-компаний, какие есть стартапы и как технологические стартапы, что такое тестирование, контроль обеспечения качества, QA, облачное вычисление, кибербезопасность. Я еще даже не все перечислила, но уже можно получить такое представление о том, насколько широкой это будет программа и охватит большое количество направлений в IT. Ну, звучит действительно как такая область общих знаний из мира технологий. А скажите, для того, чтобы, ну, во-первых, регистрация на сайте и эпозистой технологии с точкой LV. И там вот все можно заполнить и вписаться в эту программу. Что для этого нужно с точки зрения тех самых технологий? Какой смартфон или планшет, или компьютер? Звук скайп там, да. Мощность программы, приложения? Хороший вопрос, спасибо большое. Да, с точки зрения технологий, если мы говорим о технических возможностях и устройствах, те, которые нужны участникам, то это точно вот не кнопочные вот телефоны, но это, я бы сказала, наверное, типичный смартфон, который, пожалуй, уже есть у большинства, у большинства жителей, это средний ноутбук или средний компьютер, потому что, в принципе, программа построена таким образом для того, чтобы не нужно было специальных технических средств для того, чтобы принять участие в программе. Мы будем обязательно материалы все выкладывать на доступные каналы, например, на YouTube. То есть если вы можете со своего смартфона, с ноутбука, с планшета или с компьютера смотреть видео на YouTube, значит, ваших мощностей технических достаточно для того, чтобы принимать участие в этой программе. Зафиксировали, прекрасно, спасибо. Что с лексикой? То есть учитывая то, что эта программа будет на латышском языке, вот как, может быть, люди, которые владеют латышским языком, но не владеют этой терминологией вот в этих областях, есть ли какие-то, ну вот, не знаю, словари, пособия или объяснения вот этих терминов, которые бы помогли им войти в процесс. Ну да, чтобы не было такого, что ты сейчас сказал. Да, да, понимаю. Потому что мы и на родном языке, даже вот, ну вот вы перечисляли, мы говорили о том, что, может быть, человек не все поймет с этими терминами. Да, я понимаю ваш вопрос, и вы знаете, это одна из таких вот неявных сложностей и опасений, которые могут появляться у участников, что я ничего не пойму, это страшно, какие-то новые слова, что это ваш IT, вот этот фронт-энд, и что вы там дальше сказали. На самом деле, когда мы готовим эту программу, мы обязательно общаемся с каждым нашим спикером и с каждым нашим экспертом на предмет того, чтобы информация и материал, который преподносится, он был доступен как раз для любого участника. Как мы видим, во-первых, мы приглашаем всех, всех желающих, во-вторых, мы приглашаем всех желающих любого возраста. Это значит, что материал, который в этой программе, он должен быть доступен и понятен любому участнику, независимо от его возраста, от его профессионального опыта, от его жизненного опыта. Именно поэтому мы действительно точечно и прицельно всегда работаем с нашими спикерами для того, чтобы наши спикеры-эксперты могли понятно и доступно объяснить сложные вещи на том уровне, который доступен для обывателя. Количество мест на этой программе, оно конечно, и какие приоритеты отдаются, ну то есть, кого скорее возьмут в эту программу? Это будет подросток или человек в возрасте? Вы знаете, у нас нет каких-то явных преимуществ или приоритетов. Мы не ограничиваем, во-первых, количество участников в программе, во-вторых, мы не ограничиваем никак людей с точки зрения их профессионального опыта или возраста. То есть мы действительно приглашаем всех желающих любого возраста, и женщин, и мужчин, и это было интересно узнать больше о мире IT. В таком случае еще раз пробежимся о программе, которая называется «Познакомься с технологиями Epozystechnologies». Также, в общем-то, и интернет-страница epozystechnologies.lv. Там, я понимаю, да, нужно будет регистрироваться? Да, да, да. Вот перегистрироваться. Там уже и вся подробная информация, ответы на вопросы, которые прозвучали в нашем исполнении, и еще то, до чего мы не додумались, там все это можно будет найти. Запись на программу с 5 по 9 июля, 9 августа, то есть чуть больше месяца, с 9 августа по 27 октября сама программа, сами занятия, лекции, семинары на пару часов два раза в неделю на латышском языке с возможностью потом вернуться, если не успел, или переслушать, пересмотреть и так далее. В конце тестирования, сертификат, ну и можно будет уже идти вперед и развиваться веб-дизайн, программирование, менять профессию, зарабатывать жуткие деньги и потеснить Илона Маска на пьедестале самых богатых айтишников планеты. Спасибо большое. Спасибо вам большое. Да, огромное спасибо. Представитель Riga Tech Girls Оксана Татарина была с нами. Хорошего дня. И успешной, удачной программы. Всего доброго. Всего доброго.